И с вами Маркус, у нас сегодня четверг, началась новая бонусная неделя в GTA Online, о которой я вам сейчас все расскажу. А перед просмотром не забудьте подписаться на мой канал, я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах в игре, также о новостях в мире. GTA Online и еще множество интересного контента, так что добавляйся, братишка, не хватает именно тебя. Мы переходим к нашей новой бонусной неделе и начнем с предметов, которые вы получите, зайдя в игру. Первая это одна из заблокированных раскрасок на Банше, под названием Банше Рейсинг. Ее вы получите абсолютно бесплатно и будет она у вас в любом случае висеть, даже если у вас и нет Банше. У меня лично, потому что Банше нету, именно не кастомной версии, так что показать вам на своей тачке не смогу. Следующая у нас идет футболка Мертв, либо же просто Потрачен, как хотите так и переводите. Это та часть контента, которую нам Rockstar обещали раздать к 20-летию GTA 3 и вот они потихоньку нам его раздают. Идем далее к призовому транспорту на подиуме казино. И тут она стоит Pfister Neon. Эту тачку ждали многие, много кто писал в комментариях под роликами с новостями, что хотели бы эту тачку поскорее в казино, чтобы ее выбить. И вот у вас на этой неделе есть шанс. Продается она на Lingender Motorsport и стоит полтора миллиона баксов. Так что неплохой такой приз и машина сама по себе огонь, потому что это полноприводный спорткар и это очень-очень круто для гонок и просто покататься по сессии. Далее премиальный транспорт в автоклубе LS. Карин Султан RS Classic, который стоит 1 миллион 789 тысяч баксов. Чтобы его на халяву получить на этой неделе, вы должны прийти в топ-5 в 12 уличных гонках. Именно уличных, не просто в серии автоклуба, а именно в уличных гонках. И здесь меня только пугает именно количество этих гонок, потому что топ-5 в уличных гонках это очень просто. Не топ-2, не вообще прийти на первое место, а это топ-5. Это реально просто с учетом того, что максимальное количество народу в гонках 8 человек. Так что я думаю на этой неделе все, кто хотели забрать эту тачку, спокойно ее заберут. Ну а тесты в автомобиле на этой неделе такие. Анис, Ремус, Вулкар, Ворнер, ХКР и Динка РТ 3000. Идем далее к скидкам на транспорт. Первая скидка 40% на бомбардировщик Волатол. Его обычная цена с учетом скидки 2 миллиона 234 тысячи баксов. Оптовая 1 миллион 680 тысяч баксов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо пройти одно из подготовительных миссий третьего акта судного дня. И честно скажу, вот на это все дело я бы вам не советовал тратиться, потому что он очень огромный. Развалить его достаточно таки просто, хоть и на нем установлены пушки, но они не особо помогают, чтобы отбиться от противников. Так что следующая скидка 35% на уничтожителя всего летающего в охрененно большом радиусе Чернобог. Его обычная цена с учетом скидки 2 миллиона 152 с половиной тысячи баксов. Оптовая 1 миллион 618 тысяч баксов. И тут тоже так же надо пройти одно из заданий третьего акта судного дня. Именно подготовительное. Вещь сама по себе интересная. И тут бы я советовал бы призадуматься покупать его или нет. А в идеале сначала пройти вот как раз таки этот третий акт судного дня, чтобы понимать, что это за аппарат. Очень хорошо помогает отстреливаться как от отпрессорщиков, так и от самолетов. Если, конечно, пилот прям не капец какой умелый. Так он вас спокойно размотает. Минусов у этого транспорта несколько. Первое это то, что он разваливается с одного попадания, хотя его габариты должны говорить о другом. И то, что если вы один, придется постоянно пересаживаться с места водителя на место стрелка. Идем далее. Скидка 35% на баги бараш. Его обычная цена с учетом скидки 1 миллион 378 тысяч баксов. Оптовая 1 миллион 36 тысяч баксов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо сделать то же самое, что и в предыдущем транспорте. То есть подготовительное задание третьего акта судного дня. Отлично. Я данный транспорт прикупил только чисто для коллекции. И посмотрел вообще на все его модификации. Ну а так кататься, опять же, вы на нем не будете. Бронирован он как-то очень криво. То есть с одной стороны его можно прошить, с другой стороны нельзя. Хотя как-то нелогично все это расшито. Следующая скидка 35% на джетпак. Его обычная цена с учетом скидки 2 миллиона 377 тысяч баксов. Оптовая 1 миллион 787 с половиной тысяч баксов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо пройти финал третьего акта судного дня. Опять же, тут то же самое, что и с Волотом. Я бы не советовал заострять свое внимание. Конечно, в нем есть один интересный бак, где вас не могут развалить опрессорчики, когда вы на нем летаете. Но это дело случая. И так что, опять же, я не советую его покупать. Следующая скидка на один из самых топовых спорткаров в паре. Ее нынешняя цена 923 тысячи баксов. И, опять же, если у вас не было хорошего спорткара для обычных гонок, для каскадерских или просто обычных наземных гонок, не уличных, то советую прикупить. Потому что машина сама по себе топ. Высокая скорость, хорошее управление, все в ней сочетается. Следующая скидка 35% на легенду каскадерских гонок Т20. 1 миллион 430 тысяч баксов. На этой неделе она вам обойдется. Многие игроки знают про этот транспорт, то, что он был популярный в свое время, пока, конечно, не повыходили всякие кригеры и прочие подобные. Так что, если вам нравилась эта тачка и вы хотели ее прикупить, но не хотели отдавать больше 2 миллионов, то на этой неделе у вас есть шанс прикоснуться к легенде. И последняя скидка на транспорт, скидка 35% на Рейден. Его нынешняя стоимость 893 тысячи баксов. Ну, по скидкам на транспорт у нас все. Переходим с вами к скидкам на имущество. И, по традиции, по классике жанра у нас одна единственная скидка. Это скидка 40% на все базы. Именно те места, где мы сможем с вами начинать проходить ограбление судного дня. И также скидка 40% на ремонт этих баз. Единственное, по классике, что я вам советую, это поставить только личное помещение. Все остальное это либо косметика, либо просто пустая трата денег. Ну, и последняя скидка, не относящаяся ни к транспорту, ни к имуществу. Скидка 50% на модификацию оружия до версии МК-2. Объяснять тут я не вижу смысла, так как все знают, что такое оружие МК-2. И я думаю, что у каждого практически все стволы прокачаны до версии МК-2. Как обычно, у нас изменились испытания на время и испытания на время на версии, которые мы с вами пройдем завтра. Ну, а мы с вами переходим к бонусным выплатам этой недели. И опять же, начинаем с не особо бонусной выплаты, но это все-таки как-никак бонус. Ускорение на 50% для исследования разработок оружия в бункере. Конечно, хотелось бы, чтобы ускорилось и производство оружия, но только разработки. Так что, опять же, если вы новичок и вы только начали заниматься этим бункером и хотите поскорее открыть все разработки, то на этой неделе по максимуму переводите весь персонал именно на разработку. Похеру на бабки. На этой неделе вы спокойно по-быстрому сможете открыть большую часть модификаций, если хотя бы будете залипать по 2-3 часа в игре. Следующее. Тройные выплаты денег и опыта за гонки на делюкса. Каскадерские гонки на особом транспорте делюкса. Далее. Вдвое больше денег и опыта за задания с особым транспортом. Это те задания, которые у вас откроются после того, как вы прикупите себе офис. После этого транспортный склад. Новой сюда херовую тучу транспорта. Продадите его. Только после этого у вас начнут разблокироваться эти задания. Для новичков это не самое лучшее дело. А для тех игроков, которые давно уже играют, они даже не обратят внимание на эти бонусные выплаты. И последнее. И самое топовое бонусное выплаты. Вдвое больше денег и опыта за ограбление судного дня. И к сожалению, братишки, не за все нету. Богдана здесь у нас не будет. Только чисто третий акт. Тот акт, на котором все частенько залипают на долгое время. И лично я отношусь к этим игрокам, которые очень долго проходили третий акт. И вот как раз таки на него имеется вдвое больше денег и опыта. И на этой неделе вы сможете за него получить практически 3 миллиона баксов. Ну а на этом у меня все. Эта мне неделя, честно скажу, понравилась. Хотя я бы, например, вместо тройных выплат за делюкс поставил бы какие-то двойные выплаты за бункер. Это было бы еще и гораздо интереснее. Но опять же, третий акт судного дня. Двойные выплаты за него. Плюс еще охрененное большое количество скидок на интересный транспорт. В принципе, самое то для бонусной недели в GTA Online. Напишите сейчас свое мнение в комментариях. Будете ли вы проходить третий акт судного дня, чтобы получить бонусную выплату. Или хер забьете, как большая часть народу делает и просто проходит бедного блондинчика. Но у меня на этом все. Если ты досмотрел данную роль и до конца тебе понадобится, и ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.